Развивать физическую культуру и спорт – принципиальная позиция руководства города и главы лично. По его словам, детей и подростков необходимо отвлечь от гаджетов. Не так давно в городе приняли бюджет на будущий год. Львиная доля в нем – социальные расходы. Самая большая статья – образование. В ней предусмотрены в том числе средства на содержание девяти спортивных школ. В нынешнем году 362 раза анапские спортсмены становились призерами российских соревнований. В копилке анапчан 7 первых, 22 вторых, 4 третьих места на международных турнирах. Все, что зависит от нас, мы будем делать для вас. Вы нужны анапе. Каждый из вас внес свою лепту в том, чтобы анапа звучала на различных уровнях тренировочных процессов, соревновательных процессов и так далее. Вместе с тем массовость также важна. Сегодня физкультурой и спортом занимаются практически половина жителей муниципалитета. Строятся открытые площадки. Фактически с нуля построили новый скейт-парк. Реконструирован бассейн в детско-юношеской спортивной школе «Виктория». Продолжаются работы в бассейне школы номер 7, а также в зале школы «Олимп» в поселке Виноградный. В планах директора создать там особый спортивный кластер. Мы будем развиваться, если к нам будут приезжать спортсмены проводить там сборы высокого класса. Мы же на этом будем только расти. Поэтому, если такая возможность у нас появится, я думаю, что это нужно подключать. И на их примере молодежь будет расти. Тем временем в Анапе, скорее всего, появится аллея спортивной славы. В настоящий момент идет конкурс на лучший проект. Согласованная комиссия определено место. Данная аллея запланирована на улицах проспекта «Революция» между улицами Чемноморской и Ванагаулца. Глава поддержал инициативу, отметив, что это также реклама спорта. Он заявил, что открыт для идей. Сегодня есть виды спорта, которые можно и нужно развивать на городском уровне. Это баскетбол и волейбол. Или, например, гребля. В плавнях Анапки есть все условия для этого. Сергей Сергеев призвал формировать предложение, а со своей стороны пообещал поддержку. Также он поручил найти помещение под шахматный клуб и провести работу с председателями спортивных федераций. На этих должностях должны трудиться люди, способствующие развитию спорта реальными делами.